Добрый день, друзья! В эфире очередной выпуск главных новостей дня 2 декабря. Начну по традиции с данных оперштаба. Так, в России за истекшие сутки выявлено 25 345 случаев заражения COVID-19. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве 5191, Питере 3684 и Подмосковье 1148. А вот показатель смертности от коронавируса, а таковых 589 пациентов за сутки, стал рекордным с момента пандемии. Тем временем заместитель директора Института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, несмотря на высокие ежедневные показатели, заявил о практическом выходе на плата по коронавирусу в России. Сегодня Дмитрий Песков сообщил РИА Новости об отсутствии контактов Владимира Путина с заболевшим коронавирусом, главой счетной палаты Алексеем Кудриным, а также спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, самоизолировавшейся из-за контакта с заразившимся COVID. Также Дмитрий Песков сообщил о приоритетном получении гражданами России отечественной вакцины от коронавируса «Спутник В». Возможность же перевода препарата за границу будет решена врачами позже. Стало известно о предложении МВД допускать к экзаменам на права с 16 лет, для этого необходимо письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу водительского удостоверения. Ожидается вступление в силу нового регламента с 1 апреля 2021 года. Глава комитета Госдумы по информполитике, а также один из авторов законопроекта об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ, Александр Хинштейн, предполагает блокировку YouTube лишь как крайнюю меру в качестве элемента сдерживания, к тому же малореализуемую на практике в ближайшее время. А директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минцифры РФ Екатерина Ларина заявила о стимулировании развития собственных платформ и собственных площадок параллельно с совершенствованием законодательного регулирования деятельности западных интернет-площадок. Белгородская область стала первым регионом, где местные власти предложили сделать 31 декабря выходным в регионе. Соответствующее распоряжение подписал сегодня в РИА губернатора Вячеслав Гладков. Об этом сообщила РИА Новости. Напомню, 26 ноября Госдума отклонила законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР о введении постоянного выходного 31 декабря. Сегодня не стало народного артиста России Бориса Плотникова, сыгравшего доктора Барментали в фильме «Собачье сердце». Он умер в возрасте 71 года. Сегодня «Зенит» и «Краснодар» попытаются пополнить копилку российских клубов очковым багажом от выступления в Лиге чемпионов. Вчера, напомню, «Локомотив» крайне слабо сыграл в пятом туре, бесславно уступив австрийскому Зальцбургу 1-3. Это был 17-й матч без побед российских клубов на европейской арене. На этом мой выпуск подошел к концу. Всего вам доброго и до новых встреч на моем канале. С уважением, Ренат.